Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре черепашки ниндзя легенды. Играем мы сегодня испытание союзники. В этом испытании три эпизода. Ограничено количество героев против союзников черепашек ниндзя. Будем играть разными вот негодяями, разными негативными персонажами. Для первого боя давайте-ка друзья я возьму Армагона и посмотрим сумеет ли он справиться с толпой союзников черепашек ниндзя. Итак, интересный момент. Вот сразу же активирую особую атаку Армагона и он пытается закусать морозную кошку. Итак, мощная атака, грызет, грызет и догрызает противника. Отлично. Тем временем пульверизатор решил оскорбить нашего Армагона. Армагон приходит в ярость и ракетным ударом пытается уничтожить противника. Мощная атака и враг выживает. Я, честно говоря, в шоке. Ожидал более разрушительного действия. Тем не менее, Армагон продолжает битву. Ага, вот Макмен еще пытался забросать нашего Армагона мусором. Ну а Армагон сбрасывает на голову врагу огромный метеор, пытаясь их расплющить. Ну вот, удалось добить Макмена. Пульверизатор выживает, пытается запинать Армагона, но Армагон добивает противника. Вот. Ну что, друзья, я скажу. Вот первую волну мы прошли, но все атаки я использовал. Теперь, кроме первой атаки, у нас ничего не осталось. Ну а враг силен. Итак, тем временем, Мандагека, играя на воображаемой гитаре, прокачивает скорость для своего отряда. Эйприл Анил восстанавливает здоровье при помощи черепофона. А Кейси Джонт с взрывчаткой на шайбе подрывает нашего Армагона. Итак, Мандагека еще оглушает героя. Вот. И враги пытаются его запинать. Честно говоря, я в шоке. Я ожидал, что Армагон как-то лучше справится. Тем не менее, Армагон ракетным ударом накрывает вражеский отряд. Отглушает Эйприл. Эйприл в свою очередь мстит. Метает веер. Кейси Джонс бросает гранату. Пытаясь подорвать Армагона. Ну, что я скажу. Третью часть жизни вражескому отряду удалось выбить. Но я все же попытаюсь допинать и закусать Эйприл. Итак, мощный кусающий удар добивает вражеского лекаря. И да, Армагону удалось прокачать броню. Это, конечно же, здорово радует. Как видите, Кейси Джонс не сумел нанести повреждения. Он просто добил противника. Ну, Армагон добивает врага. И вот удар метеором я приберегу на следующую волну. Вот третья волна, Железная голова. Еще вижу Кирби Мыш, Доктор Роквелл и Мандагека. И сейчас им будет не сладко. Армагон сбрасывает на их головы огромный метеор. Сразу же расплющивает троих врагов. Выживает только Железная голова. И его Армагон добивает ракетной атакой. И это победа. Ну, что ж, в одиночку пройти через это испытание это было что-то. Как видите, половину жизни Армагон потерял, но тем не менее победил. Просто супер. И наше снаряжение Союзники. Ингредиент для прокачки героев на максимальную седьмую ступень. Кроме того, друзья, за то, что мы прошли через три звездочки, мы можем попробовать добыть еще что-то из мешка добычи. И пока как-то не очень. Что ж, перехожу к следующему эпизоду. И для следующего эпизода я хочу взять тоже очень сильного бойца. Одного из лучших это Стиранка. Интересно, друзья, сумеет ли он прорваться через первую волну? Ну и остальные. Итак, в первой волне встречает два лекаря. Керби-мыш и Голубит. Плюс Железная голова. И сразу же смотрите, что делает Голубит. Он поедает хлебушек, восстанавливая силы. Ну а Стиранка достает свой любимый пулемет. Стреляет, снимает большую часть жизни. Но Керби-мыш восстанавливает здоровье при помощи рыбки. Что, конечно же, не очень здорово. Железная голова пытается остановить нашего Стиранка. Голубит пытается заклевать. Как и Керби-мыш. Ну а Стиранка, если сейчас ничего не изменится, вот попытается использовать гранатомет. Я в шоке. Как так? Вот. Тем не менее, приходит время Стиранка. Выстрел из гранатомета. Вот сметает Керби-мыш. И вот... И кто там был? Керби-мыш и Голубит. А выживает только Железная голова. Но к здоровью Стиранка вы увидите уже в красной зоне. Вот мы все-таки допинали первую волну. Но, скорее всего, Стиранка сейчас погибнет. Мало жизни у него осталось. Вот. Причем еще Мандагека прокачивает скорость. Вот. Конечно же, я могу попробовать достать. Хотел попробовать достать морозную кошку. Но этого не получится, так как... Вот пульверизатор привлек внимание к себе. Ну а Снежная морозная кошка метает комочек. И, видите, оглушает Стиранка. И вот, скорее всего, Стиранка сейчас погибнет. Вот Стиранка, в свою очередь, еще метал гранату. Пытался подорвать пульверизатор. Но это уже ему не поможет. Итак, Стиранка буквально в красной зоне. Вот есть еще удар пульверизатора. И он погибает. Что ж, друзья, обидно, досадно. Ну ладно. Что ж, мы знаем. Даже самый сильный боец очень трудно пройти по второму эпизоду. Что ж, тогда давайте-ка против этой команды я соберу команду жутких мутантов. И пусть она их просто запинает и сметет этот второй эпизод. Итак, посылаю в атаку Пиццилицева, Крипа, Паукуса, Зметьюна и Джастина. Вот. И сразу же массовая атака Паукуса оплетает всех врагов сетью. Они выживают. Но я использую еще одну массовую атаку на сеть раз от Зметьюна. Есть. Итак, шутя, проходим через первую волну. Доходим до второй. И вторую волну сейчас я первым делом попытаюсь выбить морозную кошку. Итак, молниями из глаз. Джасти пытался поразить вражеского лекаря. Как видите, она выживает, но ненадолго. Вот Пиццилицы заплевывает всех раскаленным сыром. Вот. Отлично. Тем временем Крип еще пытается вытянуть жизнь из Мандагека. Как-то не особо удачно. Но я думаю, Паукус его добьет ударами когтей. Ну что ж, неплохо. Постепенно мы выбиваем врагов. Кстати, массовые атаки я пока приберегу для следующей волны. Вот. А обычными ударами. И что, смотрите, что делает вредный пульверизатор. Он дразнит наш отряд. Что ж, ненадолго. А доктор Роквелл тем временем прокачал дополнительную защиту. Что, кстати, тоже не очень хорошо. Теперь враги будут здорово держать удар. Но я думаю, Джастин сейчас их заплюет вот кислотной отрыжкой. Оглушит немножко. Ну, опять же, враги выживают. Ну что ж, еще одна массовая атака от Пиццилицева. Подрывая кальционы, он выбивает очередного ворга. Ну а пульверизатора шипами из-под земли добивает Крипи. И это приносит нам победу. Что ж, здорово, друзья. Дошли мы до третьей волны. И сейчас первым делом попытаемся выбить вражеского лекаря-хиллера Эйприл Анил. Вот. Плевок ядовитой слизью снимает большую часть жизни Эйприл. Она выживает, но Змитюн добивает ее градом шипов. Вот. Остальным врагам тоже досталось. Кроме того, вот Джастин выпускает вонючее облако, выбивая слэша с кожеголовым. Выживает Кейси Джонс, но опять же, ненадолго. Пиццилицей метает зомби пиццу, добивает, побеждает противника. И это нам приносит победу. Что ж, это было круто. Это было здорово. Хорошая победа, хороший бой. И мы идем с вами дальше. Просто-просто великолепно. Ну что ж, друзья. Третий эпизод. Ну и для третьего эпизода давайте-ка я возьму команду, которая сегодня еще не участвовала. Причем давайте-ка возьму команду, вот постараюсь ее взять из необычных героев. Кстати, да, вот относительно необычных героев. Вот я думаю, здорово будет взять нейтрализатора. Змею Карай. Вот кто здесь у нас? Крысиный король. Это, конечно же, супер. Лисичка Алапекс. И Мутагеноид. Опять же, друзья, команда Мутантов, плюс попал к ним еще инопланетянин Нейтрализатор. Кстати, Нейтрализатор тоже очень мне нравится. Крутой, классный боец. Итак, первая волна. И сразу же подключая Лисичку Алапекс. Вот Ниндзя Шиноби идет в атаку, уклоняется от сюрикенов, отбивает их. Подставляет вместо себя Брюно и наносит удар со спины, снимая часть жизни сразу же с коготряда. Ну, как видите, враги выживают. Но я пытаюсь их добить, опять же, массовой атакой Змеи Карай. Вот слабовато. Возможно, Крысиный король нам поможет. Вызывая стаю Орду Голодный Крынц, он сметает двоих врагов. Вот Кейси Джонс выживает, но ненадолго. Удар хвостом-телепортом от нейтрализатора добивает противника, и мы переходим к следующей волне. Что ж, очень непростой бой. Сильные противники. Но Мутагенай Ноид бьет по земле ладонями, оглушая врагов. А вот уже Лисичка Алапекс пытается добить вражеского лекаря Керби Мыш. Удар ногой с разброта добивает противника. Неплохо. Змея Карай пытается закусать Доктора Роквелла. Хороший укус, хорошая победа. И нам осталось только добить Кожеголова и Макмена. Ну что ж, неплохо враги держат удары, но ненадолго. Итак, проклятые клинки Лисички Алапекс пытались добить Кожеголова. Не получилось. Тогда подключаем нейтрализатора и его диски. Метая диски, он сметает Кожеголова, а Мутагенойд пытается расплющить Макмена. Не получилось. Здорово Макмен держит удары, в свою очередь контратакует. Пытается запинать Кресиного Короля. И смотрите, с первого удара снял половину жизни Кресиного Короля, что конечно же не очень здорово. Тем не менее, мы переходим к третьей волне, причем финальной. И здесь, друзья, очень серьезные враги. Вот что я думаю, друзья, все-таки не будем рисковать. И первым нелом попытаемся справиться с Морозной Кошкой. И Кресиный Король пытался ее подавить своей волей. Ну, как видите, Морозная Кошка выжила. Но опять же, Лисичка Алапекс добивает вражеского лекаря. И приходит массовая атака от нейтрализатора. Кстати, один из любимых моих ударов. Стреляя из ракетной установки, он сметает половину жизни вражеского здоровья. Как видите, враги выживают. Ну, а я подключаю вот мутагеноида. Метая кусочек слизи, он оглушает нашу Эйприл Куноичи. Да, друзья, кто не в курсе, мутагеноид это пульверизатор, который поставился под мутаген и превратился вот в такого вот монстра в банке. Вот, здорово. Итак, Эйприл Куноичи мы выбили. А сейчас давайте-ка я попробую исправиться с синегами. Итак, удар хвостом, змеи кораль не приносит на победу. А вот синегами, в свою очередь, мощным ударом своего оружия оглушает мутагеноида, снимает часть жизни. Лисичка Алапекс мстит, добивает противника. Да, обратите внимание, у лисички Алапекс висит значок мести. То есть за каждого союзника она будет мстить. Ну что ж, продолжаем битву. И крысиный контроль пытается справиться с учителем спринтером. Не получилось. Учитель спринтера, в свою очередь, вот, пытался заподимпинать крысиного короля. Лисичка Алапекс оглушает героя. Ну и вот, друзья, скорее всего, это уже будут добивающие удары. Вот слэш неплохо держит удар, но ненадолго. Итак, еще удар змеи Карай снимает часть жизни и второй повторный удар добивает противника и это приносит нам победу. Просто-просто супер. Ну что ж, друзья, хороший бой, хорошая битва, хорошая победа и наша награда снаряжения союзники. Ну и кроме того, друзья, давайте-ка попробуем что-то добыть из мешка добычи. Надеюсь, удача нам сейчас усмехнется. Итак, еще попытка. Вот, попытаемся добыть и у меня закончились телепортики. Ну что ж, давайте-ка мы их подкупим. И еще у нас есть возможность один раз воспользоваться и попробовать добыть этот особый ингредиент. Ну и что же, неудача, друзья. Бинокль мы добыли, но в сегодняшнем испытании, я считаю, тоже мы неплохо с вами сыграли. Удалось добыть три ингредиента. Ну, как-то так. Что ж, друзья, сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, понравилось, не понравилось видео. Опять же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правым верхним углом на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч. До новых встреч.